В конкурсе профмастерства принимают участие повара и кондитеры НТМК, Уралвагонзавода и Планты. Поздравительные слова прозвучали сегодня в их адрес, пусть и чуть заранее. Мы поздравляем представителей этой замечательной, в буквальном смысле хлебной профессии, наших поваров. Желаем вам неиссякаемого вдохновения на разные вкусовые блюда. И пусть они получатся у вас всегда волшебно. Здоровья вам, стабильности и благополучия. Новых творческих рецептов и всегда удачной выпечки. Жюри – ведущие специалисты города по организации питания. Они оценивают конкурсантов трёх этапов. Первый из них – визитка. Нужно рассказать о работе на своём предприятии. В нашем церкви немало завод, накормить надо целый завод. Только песня сегодня о том, как мы блюда свои создаём. Одному – омаров, другому – кальмаров, третьему – сардин, а повар-кондитер – один. Второй этап оформления праздничного стола. Тема – дары осени. Тыквенный осенний блюз, салат багрянец, осенняя корзинка из слоёного теста, – ёжики, грибочки и мусовые наливные яблочки. Подача – просто загляденье. А как на вкус? Маринуем сперва цедрю. Приготовим цедру. Мёд. Цедра апельсина. Оливковое масло. Всё это в специи. Соль, перец – это всё по вкусу. Кимьянчик. Тыква, нежнейшая, запечённая на гриле. Взяли нежнейшую делятину. Замариновали её в оливковом масле с коньяком. Подаём с клюквенным соусом. Не зря же говорят, что кушают глазами. Поэтому паврата это лучше всех знают, видимо, и подача, которая много значит. У них присутствует. Трудно судить, конечно, потому что видишь, что люди волнуются. Они готовились, они думали, хотят все победить, естественно. Блюда интересные, вкусные. Третий этап – практически. За 40 минут из одинакового набора продуктов конкурсанты должны приготовить блюда на свой вкус. В привычных условиях профессионалы работают технично. В нашем городе давно не проводились такие конкурсы. И мы решили возродить эту добрую традицию, поднять дух между производственными профессионалами, которые кормят рабочих и служащих на наших промышленных предприятиях. В номинации «Повар» лучше стала Екатерина Воронцова, представитель завода «Планта». Второе место разделили Ольга Тюрина «Уралвагонзавод» и Ирина Аносова «НТМК». В номинации «Пекарь» победу одержала Гульнара Морданова с «Планты», на второй ступени педестала почёта Татьяна Мариева с «Уралвагонзавода», на третий – Александр Голковский с «НТМК». Татьяна Мариева с «Уралвагонзавод»